В залах музейно-выставочного комплекса на улице Загорска открылась выставка заслуженного художника Российской Федерации Николая Давыдова. Мастер представил экспозицию под названием «Живопись», и об этом подробнее мы расскажем в программе «Творческая гостиная». Николай Давыдов, заслуженный художник Российской Федерации, действительный член Российской Академии художеств, ведущий живописец Тверского союза художников России. Благодаря высокой профессиональной культуре, неповторимому почерку и особой манере письма, творчество Николая Давыдова, потомственного живописца, продолжателя традиций лучших мастеров Отечественной школы живописи, заслуженно получило международное призвание. У меня это уже третья выставка, как бы приурочена к девяностолетию Московской области. Первая была в Думе Московской областной на проспекте мира, вторая была вот до Нового года в Архангельском, то есть в Абрамцево была, да, извините. И третья вот здесь, в Дмитрове, она как бы идет, затем в Новый Русалимский выставочный центр, знаете, там есть такая должна быть. Так что вот идет такая большая выставка. Работы я привез, порядка 90 работ, 83 больших и где-то 9 вот небольших встав на столах виси. Ну, сколько вошло, можно было и привезти, и больше, потому что я профессионал, это моя работа, так что все свободное время, я думаю, живу и работаю над тем, что мне нравится, что я люблю, чем я посвятил свою жизнь. В своих работах Николай Давыдов показывает поэтическое выражение души, русской природы и человеческой духовности. Картины говорят миру о том, что Россия – это великая страна, верная своим нравственным основам. Поэтому для многих ценителей искусства имя Николая Давыдова прежде всего связано с серией знаменитых пейзажей на Тверской земле и храма земли русской. Здесь, вы знаете, разные работы я выбирал, чтобы как-то зрителю было интересно. Есть работы очень ранние, где-то лет 10 назад написано, вот, допустим, на Тюрморт, он даже отличается по технике. Есть работы написанные в 19-м году, в конце, вот, на Байкале поездка была, как раз 45 лет Баму был, и я, поскольку я являюсь членом Академии, мы там делали пленэр и выставку к 40-летию, к 45-летию Бама. Несколько работ оттуда взял, алтайские работы взял, как бы немножко обкатать. Здесь у меня осенью, в конце августа выставка Национальный музей в Горноалтайске. Я много писал и пишу монастырей, как бы вот эту тему, связанную с христианством, и последние годы я много раз ездил, несколько раз, последний раз три месяца жил на Афоне. И вот здесь несколько работ представлено афонских, вот, и там еще в зале несколько работ афонских. Это серия большая у меня, вот, думаю, что проведу вторую выставку в Храме Христа, у меня одна была там, по благословению патриарха Кирилла. Ну, сейчас вторую, не знаю, как будет, все упирается в аренду, финансовые вопросы. Хотелось бы показать, потому что у меня более 80 работ написанных на Афоне. Там 20 монастырей, 15 скитов. Уже много лет основной темой для художника остается русский север, заснеженные села и речные пристани республики Коми, Карелия и Вологодчина. Николай художник-летописец своей эпохи, свидетель успехов и неудач. И он из года в год открывает зрителям красоту на своих холстах, потому что живопись для него уже не профессия, а судьба. Надо делать в жизни то, к чему тебе лежит душа и что тебе нравится. Нравится торговать, торгуй, нравится строить, строю, нравится охранять, охраняй. Мне нравится писать, это мой смысл жизни. Может, еще и потому, что я принадлежу к династии великих художников, которые в Светяковке находятся, в русском музее. Это Мешков Василь Васильевич и его отец Василь Никитич Передвижник. Вот я оттуда иду. Когда я учился в школе, у нас на стенах висел и Коровин, и Степанов, и Туржанский, поэтому выбора как бы и не было. Да и я и не выбирал ничего. Оно само вот так вот. Раз и работали, пиши. А в мастерской застать Николая Давыдова сложно. Он постоянно в творческих поездках. Большую работу Николай Сергеевич проводит в правлении Тверского отделения Союза художников России и других общественных организациях, где немало силы дает воспитанию молодых, талантливых художников. Николай пишет много, очень много, потому что у него всегда великое множество замыслов, которые требуют только одного – воплощения. Кстати, вот на стеллажах несколько пейзажей представлены Македонии и Парижа. Последние годы я не езжу на заграницу. Мне там как бы… Ну, вы знаете, я там чужой, и художники никогда не напишут то, что им не близко. Я здесь вырос, я родился. Я вспоминаю, выставка Левитана была в Третьяковке. Ну, Левитан, что там говорить, прекрасные работы. Но работы написаны в Италии, в Швейцарии, в озере Камо. Оно проигрывало тем работам, которые были написаны здесь. Тот же «Золотой звон» или «Надвечный». Ну, все эти вот работы российские. Потому что где живешь, где родился, видите, там пригодился. Еще в школьные годы Николай, выходец из семьи потомственных художников, не просто увидел, а смог подержать в руках подлинные работы великих мастеров живописи. Своего деда Мешкова, Коровина, Виноградова, Бакшеева, Герасимова. И, наверное, это определило его жизненный путь. Закончив школу в Кемеровской области, где тогда жила семья Давыдовых, Николай поступил в Красноярское художественное Суриковское училище, а затем в Дальневосточный институт искусства. Много работал в Коми, на север, русский север. В Карелии много работал. Да, думаю, вся Россия, она прекрасна. Ну, даже в Подмосковье я там несколько работ взял. Новый Иерусалимский монастырь, там Савино-Старожевский монастырь, Волоколамский монастырь и пейзажи, вот, и шлино здесь вот в Подмосковье. Ну и наши, вот, тоже вот, Тверская, Ярославская, Костромская. Вот сейчас по благословению Владыки Льва, Старорусско-Великоновгородска, буду делать выставку в Великом Новгороде. Я несколько лет приезжаю туда, пишу, вот, возможно, буду выставку в Угличе делать. Вот сзади вас работа находится, Угличская. Я там останавливаюсь в монастыре Алексеевском. Ему, кстати, в 21-м году исполняется 650 лет. Вы знаете, вот там предлагают выставку сделать. Ну, вот так оно, как бы, само идет одно за другим. И сейчас намечается после этого выставка в Дубник. Ну, я как бы не люблю говорить то, что будет впереди, потому что, как говорят, озвучь планы, но смеши Господа Бога. Произведение художника находится в собраниях Минского национального музея, художественных музеев Могилева, Бобруйска, Витебска, Новгорода, Вышневолоцка, Сыктывкара, Тольяттинской картинной галереи. С 1985 года Николай Давыдов участник всех крупнейших всесоюзных и российских выставок – республиканских, региональных. Он проводит зарубежные и персональные выставки. Николай Давыдов награжден многочисленными почетными грамотами, благодарственными письмами, дипломами, медалями от Министерства культуры Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин